МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Меня зовут Света. Сегодня я в компании Тимура и Амалии. Ребята, давайте с вами для начала присядем. Тимур, Амалия, скажите, а вы знаете, где вы сегодня оказались? На телевидении. На телевидении. Ребята, вы оказались в стране безопасности. И сейчас вам и нашим маленьким телезрителям я объясню, что это за место. Место на самом деле удивительное. Это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. Ребята, сегодня и на протяжении еще трех соревновательных дней мы с вами будем учиться, разговаривать о правилах безопасности для детей при пожаре. И сейчас время нашего первого испытания. Для начала подойдите каждый к своей доске. Амалия, твоя будет слева, твоя Тимур справа. Подходи к доске. Итак, ребята, вам в течение одной минуты, я время засеку, необходимо будет на стенде выбрать те картинки, на которых изображены ситуации, которые могут привести к пожару. Если кто-то справится быстрее, говорите, я справилась, либо я справился. Ясно? Да. На старт, внимание, марш! Ситуации, которые не подсматриваем друг у друга. Что я говорила говорить? Справилась. Если справилась, Амалия, ты закончила? Угу. Хорошо, готово. Мы подождем уже Тимура. Значит, за скорость фишку у нас получит Амалия. Раз она справилась быстрее. Ну что, Тимур, ты тоже готов, да? Хорошо. Ну что, Амалия, подходи. Тимур, тоже приходи. Амалия, давай начнем с тебя. Картинки вы отобрали с ситуациями, которые могут привести к пожару. А теперь необходимо объяснить, чем вот эта ситуация может вызвать пожар. Давай начнем вот с первой. Что у нас здесь изображено? Здесь мальчик зажег спичку, и штора загорелась. Так. И может, вся квартира загореться. Конечно, детям спички в руки брать ни в коем случае нельзя, а иначе может случиться то, что мы видим на картинке. Пожар. Так, хорошо, первая картинка твоя. А давайте по очереди, Тимур, давай-давай ты следующую свою бери в ручки, так вот поверни к нам, чтобы мы видели, и объясняй, что изображено, и в чем опасность этой ситуации. Здесь изображено девочка и мальчик, которые гуляют. А здесь может пожар, потому что здесь утюг включен. Правильно, Тимур, конечно, дети играли, играли, что-то хотели, вот видно, погладить, поутюжить. Оставили утюг, даже не подняли его, не говоря о том, чтобы выключить из розетки. И вот в результате одежда загорелась. Правильно, Тимур. Хорошо. С электроприборами тоже нужно обращаться очень аккуратно. Хорошо, давай сюда. Амалия, следующую картинку бери, объясняй, в чем опасность. Мне, ну, дети гуляли на пикнике и нечаянно зажгли траву. И трава может загореться, и лес, ну, пожар в лесу. Да, да, может быть, и траву зажгли, а может быть, здесь и костер, они не потушили уж, что делать ни в коем случае нельзя. Костры нужно, ребята, всегда за собой тушить, если вдруг на природе. Молодец, Амалия, хорошо. Так, Тимур, следующая твоя картинка. Здесь изображено, который мальчик на улице, и он гуляет с зажигалкой, и он жгет сразу собачке рду. Правильно, Тимур. Мальчик взял спички в руки, в итоге зажег домик собаки. Амалия, следующая картинка. Мама готовила есть, и полотенце висело над духовкой, и оно загорелось. Да, нельзя так сушить вещи, когда комфорка работает, правильно? Да. Хорошо, Амалия. Молодец. Тимур, следующая картинка твоя. Здесь изображен мальчик, который в лесу. А он зажег прямо траву там, и сразу начался пожар. И он, ну, мальчик зовут Сеня, так он тушит пожар прямо курткой, так никак не может. И собственными силами пытается потушить. А уже когда такое пламя, то вряд ли удастся. Нужно сразу звонить по какому номеру? 101. Вызывать? Пожарную службу. Правильно, правильно. Молодец, Тимурушка. Хорошо. Амалия, ну и твоя у тебя последняя картинка. Объясняй, что здесь у вас. Ну, здесь дети играли в конструктор, а мальчик взял спички и зажег их. Опять виной всему спички эти, да? Да, вот тут пока ничего не видно. Но если вдруг что, и куда-то он упадет или прикоснется к чему-то, конечно, тоже может случиться пожар. Твоя последняя, Тимур? Здесь девочка изображена, которая включила плиту и готовила еду. Но начался пожар. И загорелась сразу кастрюля. И еще загорелся пол. Ребята, хорошо, правильно вы отобрали все картинки, абсолютно правильно. Ни одной не оставили на стенде из того, что нужно было отобрать. И объяснили все правильно. Поэтому сколько у нас по 4 было картинки за каждый правильный ответ, за каждую картинку, я вам даю по фишке. Итого 4 Тимуру и 5 Амалии за то, что Амалия справилась быстрее. Тимур, Амалия, а вы знаете, что не все дети умеют правильно обращаться с огнем. Но есть такие люди, взрослые, которые знают об опасных ситуациях практически все. Как вы думаете, где и кем они работают, эти люди? Ну, они работают пожарными. Пожарными работают, да. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям, или коротко МЧС. И сегодня, ребята, я как раз хочу вас познакомить с человеком-инспектором МЧС. Ее зовут тетя Маша. И она готова уже с нами выйти на связь. Давайте наше внимание обратим на экран. Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы в стране безопасности уже не раз говорили о действиях при возникновении пожара в разных местах. Дома, на улице и в школе. А сегодня поговорим о том, как себя вести, если пожар произошел в автобусе во время его движения. Такие случаи тоже бывают. Дорогие ребята, если вы попали в подобную ситуацию, постарайтесь сохранять спокойствие. Расскажите родителям о том, что вы почувствовали запах дыма и попросите сообщить об этом водителю. Ни в коем случае не бегайте по салону транспорта. Строго выполняйте все, что скажут вам взрослые. Если внутри автобуса произошло задымление, закройте рот и нос платком или рукавом. Часто случается, что во время пожара двери оказываются заблокированными, то есть их невозможно открыть. Если по этой причине взрослым пришлось разбивать боковые стекла для выхода наружу, выбирайтесь из салона быстро и очень аккуратно. Следите за тем, чтобы не порезаться об осколке. Казавшись на улице, отойдите от горящего автобуса на безопасное расстояние и дожидайтесь своих родителей, стоя на одном месте. Ребята, на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути, а я желаю вам успехов и победы. Итак, ребята, на сегодня у меня для вас есть еще одно контрольное испытание и последняя возможность на сегодня заработать фишки. Суть задания вот в чем заключается. Я буду вам задавать вопрос, а вы отвечаете на него. За каждый правильный ответ две фишки. Вы почувствовали запах дыма в автобусе. Что в первую очередь надо сделать? Сказать родителям. И водителю. И водителю. Автобус. Автобус. Да, автобус. Молодец, Амалия, запомнила, что сказала тетя Маша. Умничка, поэтому две фишки твои держи, клади в коробочку. Тимур, слушай внимательно свой вопрос. Как нужно выбираться из автобуса, если заклинило двери? Надо сразу выходить, чтобы там не порезаться, там выйти. А как выйти? Прямо на ходу, когда движется автобус? Нет. Что в первую очередь нужно сделать? Надо сначала закрыть нос платком или рукавом. Потом надо выйти. Чтобы выйти, нужно что в первую очередь? Дождаться, пока автобус остановится. Правильно. Потом, ну когда ты вышел, надо от любого транспорта отойти на безопасное место. Ты уже, да, ты много запомнила, я смотрю, но уже немножко даже, наверное, отвечаешь на другие вопросы. Я спросила, что нужно делать, если заклинила дверь. Да, правильно, нужно дождаться, пока автобус остановится, выйти. И еще, поскольку вы дети, может быть, знаете, не знаете, как поступать в такую ситуацию, нужно внимательно слушать родителей, либо взрослых людей, которые находятся рядом с вами. Правильно? Хорошо. Вспомнил, что нужно делать, Тимур, поэтому ты тоже зарабатываешь две фишки. Молодец. Держи. Амалия, вопрос для тебя. Слушай внимательно. Как надо вести себя в транспорте, если там случился пожар? Если случился пожар, нужно взять огнетушитель. Амалия, еще, чтобы не нюхать дыма, нужно взять платок и, чтобы, ну, нос закрыть платком или рукавом. Так, хорошо. И не бегать по салону, не создавать панику, как ты сказала. Правильно, Амалия, правильно. Самое главное, ребята, в таких вот экстренных ситуациях, экстремальных, сохранять спокойствие. Тимур, последний вопрос на сегодня адресуется тебе. Слушай внимательно. По какому номеру нужно звонить в пожарную службу? 101. А может быть, есть еще один номер, по которому можно позвонить в пожарную службу? Наверное, 112. Не наверное, а совершенно точно. Молодец. 101 и 112. Хорошо. Две фишки твои. Хорошо, ребята, держите. Давайте считать, сколько сегодня вам удалось заработать фишки. Фишек. Амалия, сколько у тебя? Девять. У Амалии девять, а у Тимура? Восемь. Восемь. Практически равный счет. Одна фишка разделяет вас. Хорошо, ребята, кладите сюда. Ну что, на сегодня все. Готовимся к завтрашней игре. И прощаемся с нашими телезрителями. До завтра. Всего хорошего. Та-дам. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»